Как обстановка на Балканах? А доллар и евро все растут. Больше не боимся ран. На улице зима, а это значит, пришло время хоккея. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Виктория Бояринцева. В Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан состоялся форум молодых ученых, которые прошли научные стажировки в зарубежных вузах. В рамках конференции участники представили отчеты о научной деятельности, а также поделились планами на 2023 год. В форуме принял участие проректор Казанского федерального университета по внешним связям Тимирхан Алишев. Он презентовал возможности КФУ по проведению научных стажировок и программ повышения квалификации. Обстановка на Балканах продолжает накаляться. Этнические сербы на севере Косова строят баррикады. Президент Сербии Александр Вучич попросил помощи у НАТО. Уже почти две недели этнические сербы на севере Косова строят баррикады. Установки препятствуют свободному передвижению местного спецназа и властей. Накануне президент Сербии Александр Вучич обратился к НАТО с просьбой защитить сербское население. Если брать исторически, то причины этого конфликта лежат еще в период Югославии. И вот в частности проблемы Косовского региона состоят в том, что там проживают косовские сербы, это православное население, и косовские албанцы, которые являются мусульманским населением. Но вот исторически на этой территории в разные годы возникали столкновения на национальной, на этнической почве. Пик конфликта пришелся на 1998 и 1999 годы, когда этнические противоречия вспыхнули с новой силой. Помимо этого, албанскую часть населения в этот момент поддержали западные страны. Косовские сербы остались без поддержки. Сейчас большая часть населения страны, свыше 90%, албанцы. Согласно последним данным, в республике осталось около полутора процентов сербов. Они проживают в северной части Косово. Здесь с момента частичного признания государства время от времени возникают волнения. Именно поэтому с целью сохранения безопасности в 1999 году миротворцы НАТО вошли в Косово. С тех пор ситуация некоторое время оставалась более-менее стабильной. Однако недавно она вновь обострилась. Причинами новых витков противостояния стали усиление патрулирования сил НАТО на территории северной части Косово. Помимо этого, с 1 ноября власти Косово потребовали жители республики перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы. А в конце месяца стали штрафовать водителей с неправильными знаками. Так или иначе, сегодня в этом регионе развивается ситуация, при которой косовские албанцы продолжают требовать полной и окончательной независимости от Сербии. Это выражается в конкретных действиях. Например, мы можем отметить проблему смены номеров на автомобилях, проблема с использованием различных денежных единиц. Есть такое понятие «черные дыры систем международных отношений». Это те международные конфликты, которые имеют свойство действовать на протяжении достаточно долгого времени, но и не имеют каких-то очевидных путей к урегулированию. Вот как раз к такому типу конфликтов относится конфликт Косово. Премьер-министр Косово ранее заявил, что к напряженной обстановке причастна Россия. Правительство Российской Федерации, в свою очередь, заявило, что выступает за разрешение ситуации дипломатическим путем. Маргарита Михайлова, Универньюс. С чем связан рост доллара и евро на валютном рынке? В теме разбирался Амир Ахтямов. Курс доллара впервые с конца мая превысил 66 рублей. Американская валюта дорожала на Мосбирже почти на 3%. Рубль начал безостановочно сослабеть на прошлой неделе. Доллар за 5 дней с 12 по 16 декабря вырос на 3,5%, то есть на 2 рубля 22 копейки, до 65 рублей. Евро на 5,42%, то есть на 3 рубля 55 копеек, выше 69 рублей. С чем связаны данные метаморфозы на валютном рынке, прокомментировал эксперт Казанского Федерального Университета Игорь Кох. Во-первых, это сезонный фактор. Приближаются новогодние праздники, в связи с чем растет относительная неопределенность. В течение длительного периода времени сначала не будут работать мировые валютные рынки из-за Рождества. Потом российский валютный рынок будет работать с большими выходными. Многие компании, граждане запасаются валютой. По словам экспертов, курс рубля слабеет весь декабрь. Предполагается, что уже начинает сказываться значительное снижение на экспортную российскую нефть марки «Юрлс». Низкая стоимость была обусловлена высокими скидками на российскую нефть после введенного эмбарго Европы на импорт российской нефти. В совокупности это приводит к падению доходов от экспорта и, как следствие, к сокращению предложения валюты на рынке. Это восстановление импорта. Если в первой половине года импорт товаров резко сократился в связи с логистическими проблемами и уходом многих иностранных брендов из страны, то сейчас постепенно происходит рост поставок на фоне решения логистических проблем и на фоне расширения так называемого параллельного импорта. Очень сложно предположить дальнейший вектор событий, но эксперт Казанского федерального университета считает, что если негативные ситуации, происходящие в мире, снизятся, то курс рубля может стабилизироваться и вернуться к состоянию декабря прошлого года, где стоимость рубля была примерно 73 рубля за доллар. Амир Ахтямов, Универньюз. В Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета разрабатывается уникальная технология, которая в скором будущем поможет заживлению обширной по площади ран кожи человека. Как это будет работать, расскажем далее. Валерия Сарамятникова, научный сотрудник Института фундаментальной медицины и биологии. Эта хрупкая девушка работает над тем, чтобы у каждого человека была возможность вылечить крупные и затяжные раны самого большого органа покровной системы – кожи. Ежегодно миллионы людей страдают от незаживающих ран, патологических рубцов или травм, сопровождающихся инфекцией. Множественные исследования и статистики не радуют цифрами, именно поэтому, по словам ученого, требуется создание более эффективных подходов к лечению. Одним из таких является научный проект девушки, который нацелен на разработку технологии массового производства мембранных визикул для заживления ран. По словам Валерия, с помощью использования внеклеточных визикул на пораженной клетке и проникновения их через физиологические барьеры можно будет достичь благоприятного исхода. Клетка в норме, она продуцирует эти внеклеточные визикулы, но в очень ограниченном количестве. Чтобы транслировать эту технологию, этот терапевтический инструмент в клиническую практику, нам нужно вот эти визикулы предоставить в большем объеме. То есть, чтобы мы могли это транслировать уже на пациента. А так как я предполагаю использовать на коже, это будут либо какие-то инъекции вокруг кожи, внутрикожные, либо непосредственно в составе каких-то матриксов наноситься на рану. Неклеточные визикулы, они продуцируются всеми типами клеток, и они выполняют такую уникальную биологическую функцию. Они переносят, инкапсулируют себе молекулы. И таким образом клетки обмениваются и информацией, и биологически активными молекулами. Российский научный фонд поддержал проект Валерии и предоставил грант – полтора миллиона рублей для дальнейшей плодотворной работы. Реализация проекта позволит разработать прототип препарата для лечения социально значимого заболевания человека, социальный эффект от которого заключается в повышении эффективности терапии и сокращении срока заживления. Когда мы получим технологию неклеточных визикул, которые нам позволят получать визикулы в большом количестве, которые будут безопасны, мы покажем терапевтическую эффективность на коже, конечно, мы будем двигать эту технологию дальше. Мы будем патентовать ее на начальных этапах, потом до клинику, и клинические исследования проведем, соответственно. Потому что если мы просто остановимся на этом этапе, конечно, это будет все бесполезно. Нам надо двигаться дальше, так как изначально была цель все-таки клинической трансляции технологии на базе НКЦ. Применение внеклеточных визикул в клинической практике по-прежнему затруднено по причине того, что клетки секретируют критически недостаточное количество для лечения обширных по площади поражений тканей. По словам научного сотрудника, таким образом разработка дешевого, промышленно применимого способа получения значимого количества визикул, который сохранит биологическую активность и однородность получаемого продукта от партии к партии актуален как никогда. Совсем недавно в Казани прошли первые фиджитал-игры для профессиональных спортсменов. Но уже сегодня эту стафету переняли студенческие спортивные клубы. Как прошли первые фиджитал-игры по хоккею среди студентов, узнаете далее. 21 декабря в Ледовом дворце Зеланд прошел студенческий кубок Республики Татарстан по фиджитал-хоккею в формате 3х3. В мероприятии приняли участие четыре студенческие команды из разных вузов Казани – Казанского федерального университета, Казанского авиационного института, Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, Казанского государственного энергетического университета. Хоккейные любители смогли продемонстрировать свои игровые навыки не только на льду, но и в цифре. Мы хотели совместно с нашими студенческими спортивными клубами провести в преддверии Нового года какое-то необычное знаковое мероприятие. И выбрали фиджитал-хоккей 3х3. Это современный тренд, который развивается повсеместно, в том числе и среди студентов. И я очень рад, что именно в Татарстане проходит первое в России студенческое соревнование по этому направлению. Ребята сначала играют на приставках, это цифровой формат, и потом с сохранением счета переходят на ледовую площадку, где продолжают выявлять сильнейшего. В начале турнира прошел показательный матч открытия между командами маскотов, студенческих и профессиональных спортивных клубов. В начале они сразились в формате фиджитал, после чего продемонстрировали свои силы в жизни. Эмоции завораживают. Вообще никогда в этом не участвовал. Все круто, классно, спасибо организаторам. После маскотов к игре приступили студенческие команды. Они также в начале сразились на компьютерах, а после в формате 3х3 сыграли на ледовой площадке. Победители турнира получат возможность представить свой вуз и регион на Всероссийском фестивале студенческого спорта в Красноярске. Было очень неожиданно, что пригласят студентов на такой классный мероприятий. Спасибо большое организаторам, республике, федерации хоккей-республики. Как дома, грубо говоря, в приставочку порубишься на льду, как в овертаме 3х3. Отметим, что это первый в России студенческий турнир по фиджитал-спорту, организованный силами студенческих спортивных клубов. Среди организаторов проекта также региональное отделение Ассоциации студенческих спортивных клубов России в Республике Татарстан. Адалина Абдрахманова, Фаридзе Хитоглы, Универ Ньюз. Подведены итоги 5-й Московской международной универсиады по анатомии человека. Анатом и я имени академика Михаила Романовича Сапина. Первое место заняла команда Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета «Шестое чувство». На этом все. В студии была Виктория Бояринцева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин